О бабушках, дедушках, о культурных традициях семей и о родных людях, которые внесли вклад в развитие культуры нашего Отечества. В этом году конкурс «Семейные реликвии» посвящен Году культуры в России и 80-летию Свердловской области. Поэтому здесь представлены самые разные истории первоуральцев. Как живет каждая отдельная взятая семья, какие у нее традиции, какие интересные фотографии хранятся в семейных альбомах. И что радостно, что эти работы делаются с семьями, то есть эти традиции не сохраняются и передаются из поколения в поколение. Удивительно теплые работы, подкупают своей любовью к своей семье, к своим родным, гордость за своих родственников. То есть такие очень человеческие, интересные работы, открывающие для нас такой мир семьи. Школьница Аглая Шанина в конкурсе заняла первое место. Она написала историю о своем дяде, народном артисте балета Вадиме Мунтагирове. Балет – это наша культура. Дедушка у меня – народный артист балета дядя, тетя балерина в Челябинске. И трейлерная сестра тоже на балерину учится. Известными родственниками гордится, но для себя девочка уже выбрала другую профессию. Мне нравится эта профессия, это красиво. Там учились и отправляются 10 лет, и потом там только одна из них становится главной. А все остальные в кардобалете. Но я побаиваюсь немножко, поэтому дизайнером хочу быть. Таня Куклина вместе со своим папой Константином написали рассказ о дедушке и прадедушке, который погиб на войне. Мой дед, ее прадед погиб в Сталинграде в 2003 году, защищая нашу родину. Подвиг его, я считаю, бессмертным. И мы это помним в своей семье. И каждый раз 9 мая для нас это очень большой праздник. Об этом родственники Тани рассказывали в семье. По рассказам девочка и написала историю о жизни своего прадеда. Ну, все, кто воевали на войне, это уже очень великий подвиг. Конкурс «Семейные реликвии» проводится в Первоуральске третий год. И после того, как сегодня подвели итоги третьего конкурса, сразу же презентовали и сборник рассказов предыдущих победителей. Называется он «Семейный альбом города» и состоит из шести глав. Автор одной из них – Иван Ефимов. В юности он долгое время был вожатым в лагере. Об этом его история. Взвейтесь кострами. Мы-то знаем, что такое пионерия. Это пора детства. Это замечательная пора детства. Помните, как у Ивана Николаевича Толстого в трилогии «Детство, отрочество, юность» Он говорит, что детство – это счастливая, счастливая, невзвратимая пора детства. Как не любить его, не леть воспоминаниями о нем. Ну, у нас детство, может быть, не такое было безоблачное, как у графа Толстого. Вот, значит, мы росли и как придорожная трава бывала, и всякая. Романтика пионерских лагерей, костры и песни под гитару – своими воспоминаниями из детства Иван Ефимов поделился со всеми, исполнив те самые песни его юности. Мы дружина яростных ребят, дружина орля непокорных, как красные галстуки звезды горят на наших плечах упорных. Все неиноземцы, а Влад Черноусов, Интера ТВ